К нам присоединяется Дмитрий Абрамсон, блогер, политический обозреватель. Здравствуйте, Дмитрий. Приветствую, здравствуйте, Диана. Будем разбираться. Если отключиться от противостояния республиканцев и демократов, насколько вообще серьезно выглядят все обвинения в отношении Хантера Байдена? Ну, вы знаете, я не юрист тоже, то есть были опрошены разные эксперты, я слушал мнения очень уважаемых мной экспертов, которые говорят, что на основе тех обвинений, которым были представлены, наказание достаточно стандартное. То есть их ничего не удивило. Конечно, во многом это решение прокурора, но прокурор не может, просто потому что это известный человек, прокурор не может представить какие-то более жесткие наказания или более, наоборот, легкие наказания. Он должен как бы выдвигать обвинения или предлагать сделки такие, которые бы он предложил какому-то другому обвиняемому. Ну, как вы сами сказали, его обвиняют в неуплате налогов. Он, Хантер Байден, с тех пор эти налоги выплатил, признал себя виновным в нарушениях, и за это он получает условно два года, что, опять же, для юристов, которых я слушаю, за кем я слежу, они говорят, что это абсолютно стандартный вариант. А с владением огнестрельного оружия, которое у него было две недели, когда он находился под влиянием наркотиков, и он обманул, когда заполнял формы при получении этого оружия, прокурор Доров договорилась с ним отложить это дело на два года, и если он за два года не нарушит никакие другие законы, то это дело просто исчезнет с его, ну, с его, как бы, с его дела. То есть вот первое, то, что он признал себя виновным, это с ним останется уже на всю жизнь. Если бы, например, Хантер Байден захотел довести дело до суда, тогда последствия могли бы быть более серьезными. В нашей системе, действительно, если обвиняемый соглашается признать себя виновным до суда, ему даются какие-то скидки, какие-то поблажки. А вообще откуда могло возникнуть вот это противоречие, которое много обсуждают в плане назначения Вайса на должность спецпрокурора, его запроса по этому поводу? И слова Гарланда, который говорит, запроса не было, полномочий уже было достаточно. В принципе, это юридическое поле, и по идее здесь не должно быть каких-то недомолвок. Да, там очень интересная ситуация, потому что, опять же, это пытается использовать, эту проблему с Хантера Байденом, пытается использовать в политических целях против президента, которого они никак иначе не могут, так сказать, под него подкопаться. Они пытаются этим воспользоваться. Но там очень сложно этим воспользоваться, потому что расследование начал прокурор Дэвид Уайс из штата Делавер, которого назначил Трамп. Может быть, наши зрители не знают, но когда новый президент приходит к власти, он меняет всех федеральных прокуроров. Это абсолютно стандартная ситуация, которая происходит от администрации к администрации. Всех прокуроров поменяли, кроме двух. Дэвида Уайса, потому что он расследует сына президента, чтобы не было видимости, что Минюст или президент Байден как-то вмешивается в это расследование. Ему дали возможность завести это расследование до конца. И еще Джан Дурам, который был специальный прокурор для расследования ФБР по поводу того, что ФБР расследовала Трампа с вмешательством России в выборы. Вот этих двух людей оставили именно для того, чтобы не было даже видимости того, что генпрокурор Гарланд или президент вмешиваются в эти расследования. Это назначенцы Трампа, которым дали закончить их работу. Проблема сейчас появилась в том, что появилось несколько свидетелей, которые утверждают, что у Уайса не было независимости, что он не сам принимал эти решения. Но, с другой стороны, Гарланд это полностью отвергает и говорит, что у Уайса была полная автономия принятия этих решений. И сам Уайс в письме Конгрессу написал, что у него была полная автономия. Почему идут эти разногласия, непонятно. То есть кто-то явно неправ, кто-то, может быть, что-то не понял, мы этого на сегодняшний день не знаем. Но если бы Гарланд хотел вмешаться, у него было многократно множество возможностей это сделать, вместо того, чтобы оставлять назначенцев Трампа на своих должностях и дать им честно закончить их работу. Поэтому немножко там все это не сходится, вот эти показания с агентов налоговой. Почему вообще Белдом на своих пресс-конференциях так старательно отказывается давать комментарии по этому делу? Прям даже с эмоциями, можно сказать. Ну, Хантер Байлен — это частное лицо. То есть для меня было бы странно, если бы официальные представители нашего правительства начали бы давать комментарии по судебному процессу, к которому Белый дом не имеет никакого отношения. Но так там есть особенное уточнение, потому что если президент знал о его связях, бизнес-связях с Китаем и так далее, то там уже какая-то совсем другая история начинается. Ну, у нас нет сейчас никаких доказательств, что это так. У нас все, что мы знаем, что идет разногласие в показаниях нескольких агентов нашей налоговой и показаниями Вайса и, кстати, заявлений прокуроров из Вашингтона и Лос-Анджелеса, и показаниями генпрокурора о том, что не было никакого вмешательства. А про Белдом вообще разговора еще нет. То есть пока что никаких доказательств, даже приблизительно, что Байден... Даже если предположить, что Минюст, что генпрокурор Гарланд каким-то образом куда-то там где-то вмешался, все равно это не значит, что в этом участвовал президент Байден. Хотя даже этих доказательств у нас пока еще нет. Поэтому я считаю, что ответ Белого дома о том, что мы не комментируем этот вопрос, потому что это частное лицо, которое... Проследование, которое проходило независимым прокурором, я считаю, что Белому дому не стоит и не следует вмешиваться ни в коей форме. А не кажется ли вам, что вообще столь мягкий результат в уголовном деле Байдена может создать поводы плодить в такие теории заговора, например, в стане республиканцев, у которых Трамп, собственно, тоже фигурант уголовных дел. Конечно, проблема здесь в том, что если бы, допустим, независимо от того, какое бы решение Вайс не принял, или то, что мы имеем сейчас, или более жесткое, или еще хуже, как бы с этой точки зрения, более мягкое, республиканцы все равно раскручивали бы эту проблему до невероятных масштабов, независимо, ни от чего. Поэтому, когда я слушаю все эти разговоры о том, что каким-то образом президент Байден с этим связан, или что это мягкое обвинение, или что там что-то было сделано некорректно или нечестно, я немножко, даже немножко, я очень скептически к этому отношусь, потому что я понимаю, что они бы об этом это говорили с такими же интонациями и с такими же восклицательными знаками абсолютно в любой ситуации. Подкопаться под президента Байдена очень сложно, потому что он в политике с 70-х годов. Пока он был в Конгрессе, был один из самых бедных, членов Конгресса. Если бы можно было что-то найти за последние 50 лет, то уже давно бы это нашли. Поэтому им очень сложно, им приходится цепляться за любые возможности, в данном случае проблемы с его сыном, чтобы каким-то образом дискредитировать самого президента. Причем интересно, что они сами себе противоречат. То они говорили, что президент Байден ничего не соображает 80 лет и вообще за него принимают решения все остальные. Сейчас вдруг история поменялась, что на самом деле президент Байден очень даже соображает и вмешивается во все расследования, в том числе расследования его сына Хантра Байдена и в расследование Трампа. То есть им как бы надо определиться, в какую сторону они хотят искажать ситуацию. Ну, адвокат Байдена говорит, как он сказал, осудил идею о том, что следствие намеренно срезало острые углы и вообще не надо делать выводы на основе показаний представителя Федеральной налоговой службы. Вроде бы это же тоже официальный чиновник. Кому тогда верить? На основе каких показаний считается нормальным делать выводы? Если можно коротко, времени осталось мало. Ну, может быть, мы узнаем новую информацию, естественно. Я говорю на основе того, что известно сейчас. Но представители налоговой инспекции могут иметь другое мнение, чем прокурор, который принимает решение. Это нормально, но это решение, в конце концов, прокурора. И прокурор – профессионал в этом вопросе, который смотрит, какое бы обвинение он выдвинул другому обвиняемому и принимает решение следовать каким-то своим внутренним или даже не внутренним стандартам его офиса прокуратуры. Спасибо большое за ваш комментарий, Дмитрий Абрамсун. Блогер и политический обозреватель был с нами на прямой связи.